И всем привет, ребят! С вами Сервак, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня мы вместе с вами обсудим одну очень интересную тему, которая связана с нашей замечательной игрой. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, где мы обсуждаем интересные темы, связанные с игрой, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал. Ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тег, 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 дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами я бы хотел обсудить проблему, которой практически уже один год в нашей игре, практически ровно год впервые в нашей игре, начали происходить безостановочные, тяжелые, жесткие дедос-атаки. Да, можно сказать, что они когда-то еще до этого были, но все, что было до этого, это даже не близко к тому, что случилось ровно год практически назад, на день рождения нашей игры. И что самое печальное, что есть очень, очень большая вероятность того, что этот день рождения в нашей игре пройдет по тому же самому сценарию, и дедос-атаки вернутся в нашу игру. Как бы это печально ни звучало, но исходя из того, что я вижу на протяжении последней, наверное, недели, когда я играю на стримах, я делаю турниры, я записываю видосы, и сталкиваюсь с той проблемой, когда у нас начинает лагать жестко, либо вылетает полностью игра, либо ложится все, просто все ресурсы сразу одновременно. Это дает мне понять, что уже сейчас дедосер делает проверки всего того, как это работает, и получилось ли у него снова влезть в игру до той степени, чтобы он мог ее положить. Как говорил Орех в последние разы, у него стоит жесткая защита от дедос-атак, и дедоса больше в игре как такового никогда не будет. То есть может быть там произойдут какие-то подлаги, но все эти подлаги, все эти дедосы будут очень-очень быстро разгружаться, и как такового дедоса у нас в игре не будет. Так ли это на самом деле, или же дедос вернется в игру, узнаем уже буквально через неделю, а быть может даже уже на этих выходных, если у нас анонсируют праздник и старт день рождения танков. И что-то мне подсказывает, что дедос-проблемы, дедос-атаки будут на этом ивенте, и как и год назад, в этом плане начнутся большие проблемы в нашей игре. Конечно, мне бы не хотелось бы, чтобы это все дело происходило, но можно сказать, я уже просто предугадываю то, что будет дальше. Я на протяжении года отлично понимал, как работает все это дело, и один из самых первых, кто сказал, что это точно дедос-атаки, когда еще об этом не было никакой информации, еще когда об этом говорили всякие разные истории о том, что да нет, это не дедос, да какой это дедос, вы чего, ребяточки, Ванька, что ты там говоришь, боже, какие дедос-атаки, чел, ты вообще в чем-то разбираешься. Да, но уже тогда я знал, что это именно дедос, и как он работает. Ну и после того, как уже разработчики выкатили все официальные новости, уже ни у кого вопросов не осталось, что это были реальные дедос-атаки, а не какие-то там просто напитки пролитые на сервера, да. Поэтому, учитывая тот факт, что человек, который является дедосером, периодически выходит на контакт, хотя давно я уже не видел от него никаких сообщений, и новостей. Скорее всего, это все связано с тем, что он как раз-таки готовился и готовится до сих пор к этому всему делу, потому что все его предыдущие разы на протяжении пару-тройку предыдущих месяцев были провальны, да. Ну и понятное дело, что когда человек не может добиться того, чего он хотел добиться, он уже не будет проявлять свой интерес и активность, иначе зачем ему проявлять активность, если он не может добиться того, что он делал раньше, да. Если Орех его переиграл, можно сказать, и уничтожил. Но, исходя из последней недели, как я уже сказал, видно, что что-то да он уже приготовил, и это что-то появится именно на день рождения ТО, как и в прошлом году, под самый главный праздник игры, он постарается его испортить, он постарается испортить нам настроение, но, быть может, сумеет заработать для нас вкуснейшую компенсацию, плюс-минус такую же, как была в прошлом году. Если компенсация будет, и мы заработаем контентика, в принципе, это будет неплохо. Но, больше я, конечно, склоняюсь к тому, чтобы у нас никаких этих проблем не было, потому что я уже понимаю, что могут быть очень интересные ивенты, дополнительные всякие плюшки, да, если все это дело будет лагать, как в прошлом году, и я буду испытывать плюс-минус те же самые ощущения от этих ДДОС-атак, то это, конечно, будет максимально печально. Поэтому я надеюсь на то, что Орех все-таки в этом плане тоже не стоит на месте, да, и на протяжении всего этого времени усиливал свою защиту, а не просто решил, что ДДОСер уже не сможет ничего сделать и просто забил на всю эту тему. Поэтому надеюсь, что защита в этом плане тоже прогрессировала. И даже если и начнутся какие-то проблемы, то их разработчики игры в кратчайшие сроки сумеют полностью решить и убрать ДДОС-атаки из нашей игры. Как-то так, друзья. Вот такие вот мысли у меня, связанные с нашим день рождения, с ДРТО. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если хотите, чтобы у нас не было никаких проблем, чтобы все у нас нормально функционировало. Подписывайтесь на канал. Ну и напишите, будут ли ДДОС-атаки, по вашему мнению. Или все у нас пройдет гладко. Ну и также не забывайте подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Недавних пор начал ее активно вести, ну и плюс, плюс вся информация по стримам там также имеется. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok